Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Вести» Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. Пристегнись сам и о безопасе ребенка в Карачаевске прошла информационно-пропагандистская акция от Госавтоинспекции. Улица имени Рамазана Кирейтова в ауле Эркен-Халк состоялось торжественное мероприятие о памяти заслуженного деятеля науки Карачаева-Черкесии. В третьей школе Черкеска состоялся урок по профилактике наркомании. Насколько важны такие беседы? Создание уникальной книги в Карачаево-Черкесии будет презентован сборник поэтических и прозаических произведений писателей республики. По решению главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова в нашей республике внедрена и успешно работает информационная система «Помощь участникам СВО и членам их семей». В ней содержится полная информация не только о самом военнослужащем, но и о его семье и их потребностях. О федеральных и региональных мерах поддержки. Теперь наши земляки-военнослужащие, доблестно выполняющие боевые задачи и их родные, могут получить консультацию. Узнать о мерах поддержки и, главное, оформить положенную им выплату в удобной для них форме, дистанционно, в личном кабинете на портале Госуслуг, в специальном разделе «Для бойцов». Все поступившие обращения куратор незамедлительно будет отправлять на исполнение в соответствующие органы власти или организации. Пристегнись сам и обезопась ребенка. С такими призывами к водителям и родителям в Карачаевске на этот раз вышли не только полицейские. Информационно-пропагандистскую акцию от Госавтоинспекции Межмуниципального отдела внутренних дел «Карачаевский» поддержали и активисты ЮИД. Ахмад Халкечев подробнее. В рамках профилактических мероприятий под общим названием «Детское кресло» полицейские в течение последней недели вели особо усиленные дежурства вблизи общеобразовательных учреждений с целью выявления и пресечения нарушений правил перевозки детей. Взрослым важно понимать, что они в ответе за жизнь несовершеннолетнего в салоне автомобиля. И не пренебрегать правилами, элементарными правилами пристегивать своих детей. При покупке детского кресла необходимо спросить у продавца сертификат. Если продавец не может предоставить сертификат, то лучше такое детское кресло не приобретать, так как несертифицированное детское кресло не обеспечит безопасность. Чтобы в очередной раз напомнить взрослым о том, насколько важна правильная организация безопасности маленьких пассажиров, вышли и юные друзья полицейских. Здравствуйте, дорогой водитель. Мы просим вас, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения и также дружили с пешеходами. Мы просим вас, чтобы вы пристегивались и берегли свое самое-самое дорогое. Это ваши дети. Просим приобрести детские кресла, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Да, и в дальнейшем ни одна авария не возникнет. Спасибо большое. Спасибо большое. Как вам креатив от наших полицейских и их юных коллег? Круто, все круто. Правильно все делают ребята. Частенько такое должно происходить не только у вас, а и у нас в Савропольском крае. Но это неожиданно и приятно на самом-то деле. Активисты ЮИД из числа учащихся первой школы Карачаевска в рамках профилактических мероприятий придумали весьма символичную акцию письмоводителю. Нам хочется помочь этому миру. Мы хотим, чтобы ни одна авария в этом мире не произошла. Что вы делали? Передавали письма, которые мы лично написали. Мы надеемся, что они их прочтут. А что в письмах? Какие слова? Мы говорили им о правилах дорожного движения и очень просили их соблюдать их. Я очень надеюсь, что мы сегодня сказали, водители прислушаются к этому и все будет хорошо. И весь мир будет соблюдать правила дорожного движения. Я очень рада, что мы смогли поучаствовать и хотя бы немного смогли, так скажем, предупредить, попросить водителей придерживаться правил. Чтобы пристегивались, чтобы пристегивали детей, имели детские кресла. Профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, будут продолжены. До тех пор, пока не будут достигнуты реальные показатели повышения уровня сознательности водителей, отмечают сотрудники ГАИ. Ахмад Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. В ауле Иркенхалк Ногайского района прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени заслуженного деятеля науки Карачаева-Черкесии, доктора исторических наук Рамазана Хусиновича Кирейтова. Собравшиеся отдали дань памяти человеку, внесшему значительный вклад в развитие не только нагайской, но и российской этнографической науки. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Хранить память о человеке – это наш священный долг, является основой нашей культуры. Рамазан Хусинович Кирейтов навсегда увековечил свое имя, вписав его в историю науки нашей республики. Собравшиеся отмечали, что он внес значительный вклад в развитие российской этнографической науки, как ученый-историк. Заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов подчеркнул, что открытие улицы Рамазана Кирейтова является значимым событием в истории его родного аула Иркенхалк. Рамазан Хусинович был знаковой фигурой в нашем нагайском народе. Рамазан Кирейтов достойно представлял нашу республику на многих научных конференциях. Будучи плодовитым ученым, он оставил огромное научное наследие, которым много десятилетий будут пользоваться. У него около 150 научных публикаций, в том числе 6 монографий. Его имя пользуется огромным авторитетом в научном мире, не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. Он был один из деятелей науки, которые называют совестью нации. Такие люди, конечно, остаются в сердце народа и в памяти. Историк-этнограф Рамазан Хусинович посвятил себя тому, чтобы собрать, обобщить и сохранить духовную культуру, традиционное наследие нашего народа. Чтобы не растерялось оно на извилистых дорогах трудной истории нагайцев. Рамазан Хусинович – ученый-кавказовец с мировым именем. Его научные труды находятся в библиотеках Германии, Турции, Америки и Ближнего зарубежья. Всю свою жизнь он посвятил познанию своего народа, отмечали участники мероприятия. Человек даже уходит, но его дела, его отношения к жизни, вот как будто он сегодня рядом с нами. И на самом деле он не только был драматургом, этнографом, но и явным ученым, просветителем, который продвигал историю нагайцев вперед. И в буквальном смысле из-за его трудов мы гордимся своей историей. В свою очередь, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований Заида Зинеева особо отметила талантную гранность и личность Рамазана Кирейтова, не только как историка, но и как мастера художественного слова. Рамазан Хусинович является автором нескольких литературных произведений пьес, многие из которых успешно ставились на сценах у нас в республике. Заида Зинеева подарила семье Кирейтовых книгу «Нагайцы», изданную в Москве. Данный труд является 38 томом из академической серии «Народы и культуры России». По просьбе Валерия Александровича Тишкова, главного редактора серии «Народы и культуры», это академическая серия, фундаментальная, которая начало берет свое с февраля 92-го года, и более того, Рамазан Хусинович принимал участие в первом совещании в Ростове-Великом, тогда, когда принималось решение о начале публикации работы данной серии. После памятную табличку с названием улицы, носящую имя Рамазана Кирейтова, торжественно открыли исполняющие обязанности главой администрации Нагайского района Мурат Хапиштов и заместитель министра имущественных земельных отношений республики, его родной сын Энвер Кирейтов. После Энвер Рамазанович выразил слова благодарности всем, кто почтил память историка-этнографа. Алихан Лепшоков, Асан Найманов, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия, Нагайский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-8036. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём 19-24 градусов тепла и местами до плюс 15. В северных районах высокопожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14. Температура ночью 10-12, днём 21-23 градусов тепла и высокопожароопасность. Продолжаем выпуск. Разрушительные последствия употребления запрещенных веществ. В Третьей школе Черкеска состоялся урок по профилактике наркомании. О том, насколько важны такие беседы, какую работу проводят педагоги в этом направлении, узнавала Альбина Ламкова. А помните, ведь скоро все умрёте. Горям несчастным злом в своём огне. В Третьей школе Черкеска на постоянной основе проводятся профилактические беседы, тренинги, лекции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и предупреждение зависимости. Директор общеобразовательного учреждения Роза Алиева рассказала о том, что коллектив школы заботится о каждом ученике, следит за его благополучием и готов помочь в любой ситуации. Я очень часто ребятам говорю, когда я посещаю классные часы и наши большие мероприятия, линейки наши, я говорю о том, что в здоровом теле здоровый дух. Я считаю, что надо с детства приучать детей заниматься спортом. Должны быть разносторонние увлечения. Конечно, это отвлекает от всего запрещенного. А ведь привычка, она должна быть выработана именно в полезном направлении, а не в отрицательном. И я категорически, конечно, над этим очень много сама, как руководитель, работаю, чтобы не споткнулся наш ребёнок, ребёнок нашей школы. На этот раз урок прошёл в формате интерактивной беседы. Каждый ученик задавал интересующие его вопросы и получил на них ответы. Педагог-психолог школы Татьяны Аджиева подчеркнула опасность наркотиков и их разрешительное воздействие на организм человека, а также на его психическое и эмоциональное состояние. Были даны рекомендации, как оберегать себя от соблазна, попробовать запрещенные вещества и как обратиться за помощью в случае возникновения проблем. На уроке было отмечено, что даже единственное употребление наркотиков может привести к серьёзным последствиям, таким как зависимость, а ещё проблемы с законом и разрушение отношений с близкими. Для успешной профилактики употребления наркотиков среди подростков очень важно объяснять им, давать им точную и достоверную информацию о последствиях употребления наркотических веществ. Важно разъяснять, что мы и делаем в нашей школе. Это о причинах, почему люди начинают использовать наркотики. Кроме того, мы сообщаем о том, что употребление наркотиков это незаконно и может подвести к уголовной ответственности. Психолог рассказал о том, как распознать первые признаки зависимости, как противостоять давлению сверстников и как найти влекательные занятия, которые помогут заменить вредные привычки. У вас есть ваше тело. Оно единственное, оно индивидуальное. Ни у кого такого тела нет. Если вы хотите, чтобы оно гнило, портилось, то вы идёте и принимаете, что? Яд. А если вы хотите, чтобы ваше тело было здоровое, красивое, потянутое, то вы делаете, что? Важным моментом урока стало обсуждение стрессовых ситуаций и способов их преодоления безвредных веществ, погубно влияющих на здоровье человека. Психолог подчеркнула, что существует множество альтернативных способов расслабиться и справиться со стрессом, такие как занятия спортом, творческая деятельность и общение с близкими. Нужно бережно относиться к своему телу. Для этого нужно правильно питаться, заниматься спортом. Все мои друзья, они за здоровый образ жизни. Не только в школе, но ещё и дома нам рассказывают, что здоровый образ жизни – это хорошо. Урок на тему «Нет наркотикам» стал важным и познавательным событием для всех учеников. Он напомнил о необходимости беречь своё здоровье и принимать ответственные решения. А также показал, что школа является надёжным партнёром в этом процессе. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В ближайшее время в Карачаево-Черкесии будет презентоват сборник поэтических и прозаических произведений писателей нашей республики. 83 автора представили редакционной комиссией свои творческие работы на русском языке. Подробнее о критериях отбора и самом альманахе в сюжете корреспондента Артура Мкце. Регион, в котором до недавнего времени не было даже собственного отделения Союза писателей России, менее двух лет назад при непосредственном участии Министерства культуры Карачаево-Черкесии получил и представительство творческого объединения, и идею о создании уникальной книги. Карачаево-Черкесия всегда славилась своими писателями, поэтами. Это носители нашего национального наследия, те, кто из поколения в поколение его передают. И нам очень важно было, после того, как мы воссоздали наш отделение Союза писателей России в Карачаево-Черкесии, прежде всего посмотреть, где мы находимся, кто мы сегодня, как именно творческое направление. И для этого мы выбрали такую форму, как создание вот такого литературного альманаха, который позволил бы в себе собрать тех из писателей, которые есть сегодня, которые живут сегодня, которые творят сегодня. Мы активно влились в культурную жизнь Карачаева-Черкесии, и на заседании правления нашей организации мной была озвучена идея, которая горячо была поддержана нашими коллегами, членами правления, издать литературный альманах Карачаева-Черкесии. На сегодняшний день в федеральном списке числятся 90 членов Союза писателей России. Это жители Карачаева-Черкесии. На одном из заседаний правления Союза писателей Карачаева-Черкесии были определены критерии отбора авторов для публикации их произведений в альманахе. В сборник могли попасть лишь те, кто состоит в региональном представительстве этого творческого объединения. Поэтов, прозаиков, авторов эссе, научно-исследовательских работ в регионе около полутысячи, но в Союзе писателей лишь 90 человек. Именно они и могли претендовать на размещение в этом альманахе. Второе условие – человек должен быть живым. Третье – являться уроженцем Карачаева-Черкесии. Кроме того, произведения принимались только на русском языке. Тут чёткая задумка. Альманах должен быть на русском языке, чтобы каждое произведение, смысл, ценность, душа каждого народа были понятны всем. Для нас принципиально важно, чтобы каждый из наших народов был понятен, был близок, был родным для всех остальных живущих в нашей республике. Сделать это можно только с использованием русского языка, но это ни в коем случае не отменяет важности именно национальной литературы. Но для национальной литературы у нас есть другие проекты, где есть и детские сказки на родных языках, где есть произведения поэтов, писателей. В результате получилась такая великолепная книга, на страницах которой можно познакомиться с избранными произведениями и многонациональной литературой Карачаева-Черкесии. И читатель здесь может встретить как уже знакомых авторов, так же и молодых, талантливых писателей, которые также у нас принимают участие в нашем проекте. Ну и особо ценно то, что в литературном альманахе отражены традиции многовекового проживания, совместного дружного проживания народа Карачаева-Черкесии. Презентация альманаха более широкой аудитории читателей запланирована на середину октября текущего года. Артур Мкцелек, Махожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...